и всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine друзья как я вам и обещал после всех тех модов что мы с вами рассмотрели в нашем путешествии space engine мы отправляемся на поиски новых планет на которых есть какая-нибудь жизнь если возможно она там существует что ж друзья поехали посмотри это наша галактика млечный путь мы ее знаем наизусть вдоль и поперек мы знаем нашу солнечную систему мы знаем наши планеты которые в ней находятся мы знаем планеты которые находятся за много световых лет от нашей солнечной системы и предполагаем что возможно там есть жизнь но мы с вами не догадываемся и не знаем есть ли жизнь похожая на нашу каких-нибудь соседних галактиках возможно она конечно есть я в этом даже не сомневаюсь и я думаю что наше путешествие наверное нужно начать на ближайшую галактику к нам это галактика андромеда так ну давайте сейчас мы начнем потихоньку отдаляться от нашего родного дома можно конечно просто в поиске ввести но я не хочу этого делать я хочу сейчас а найти нашу галактику андромеда так это малое магелланово облако галактика карина карина какая-то что за карина не было непонятно так а подожди стой это вот вот наша галактика андромеда ну не наша но соседняя наша галактика на которой возможно есть жизнь и мы перелетаем на нее и попробуем поискать какие-нибудь планеты похоже на нашу землю и возможно найдем их там сегодня с вами жизни до галактика андромеда конечно намного больше нашей галактики млечный путь ну в принципе ничем не примечательная галактика но отсюда посмотри как хорошо просматривается наш млечный путь так ну что же давайте будем опускаться прямо в нее и попробуем поискать что-нибудь нам подходящее с помощью поиска я думаю наверное нужно будет это сделать покопавшись немножко в браузер звезд я нашел несколько претендентов где есть возможно жизнь и так давайте посмотрим вот я всего лишь нахожусь в небольшой части галактики андромеда и в принципе здесь я нашел уже такое небольшое количество звезд рядом с которыми вращаются планеты где есть жизнь давайте посмотрим так значит планета b4 планета 4 планета а5 планета 3 но это всего лишь какие-то определенные названия генерируемых объектов данного симулятора ну что же давайте попробуем посмотреть на первую планету можно в принципе даже не подлетая к ней рассмотреть отсюда двойная звездная система и что у нас здесь есть так четыре планеты одна планета очень таки я смотрю раскалена горячая горячая пустынная феерия и вот есть такая вот планета b4 теплая морская карбония с жизнью даже присутствует 7 лун здорово ну что же давайте попробуем наверное пока перелететь к ней а дальше мы с вами рассмотрим все остальное что у нас есть на планете на планете у нас есть вода кислород здорово есть также углекислый газ но видимо какой-то маленький его процент орбитальный период 63 дня так жизнь органическая многоклеточная морская и наземная присутствует на планете но я скажу что да в принципе планета напоминает нашу землю не хватает мне сейчас света городов на этой планете было бы здорово так но есть облака и по моему даже вода да вообще h2o присутствует я так понимаю а вот маленькие вот эти вот озера суши а давай знаешь что мы сделаем мы сейчас уберем наверное атмосферу атмосферу и посмотрим на ее поверхность без атмосфера до воды конечно здесь что-то слишком маловато а вот почему потому что здесь температура очень повышенная здесь очень повышенный парниковый эффект на понятно все понятно но здесь есть озера в принципе я думаю я думаю что считать вот эту планету на претендент где есть жизнь можно в принципе почему нет у даже у нас действует вулкан и посмотри это здорово я давно в space engine на планетах на каких-нибудь не наблюдал вулканов да да тем более действующих посмотри течет раскаленная лава и это уникально здорово так я так понимаю это какие-то реки скорее всего да давайте так вот я смотрю у меня прямо таки симулятор просаживает fps это конечно очень жестко такие вот разрозненные горы скалы слушай а высота над поверхностью мойра 180 метров неплохо ну что же ладно да здесь есть вода это здорово так а звезда у нас желтый карлик подожди у нас же по моему карбоневая звезда была если я не ошибаюсь а у нас двойная звездная система странно подожди оранжевый карлик и желтый карлик ну это уже конечно удивительно ну вот такая вот двойная звездная система у нас здесь вокруг которой у нас вращается вот такая планета на которой да есть жизнь так подожди стой я хотел еще раз посмотреть да органическая многоклеточная морская наземная жизнь так давайте может быть пролетим над вулканом посмотрим прямо заглянем его жерла ух мне уже становится жарко текс окей ладно воды да здесь воды очень очень мало планета раскаленная раскаленная да ну я не скажу что прям на ней тут прям катастрофа как жарко но видишь действуют вулканы и плен и плюс у нас присутствует здесь co2 то есть сюда здесь парниковый эффект обалденный 100 градусов не знаю я бы здесь не смог находиться честно так давайте заглянем в наш браузер звезд и посмотрим следующую планету желтый карлик 8 планет с жизнью 8 планет вернее 1 жизнь умеренная озерная терра с жизнью морская наземная солнечные сутки бесконечные я смотрю вот вторая планета мне попадается где солнечные сутки бесконечные повернута планеты одной стороной все время к своей родительской звезде но здесь в принципе по прохладнее всего лишь температура 4 градуса есть вода есть кислород так я заметил что тяга на той планете было сопоставимо к земной здесь немножко конечно понижена так вот это мне не нужно давайте закроем а почему такая поверхность у нее красная это что за эффекты что это такое это пески или что это такой грунт непонятный да есть вода я смотрю тут довольно таки большие океаны ну не то чтобы ну да вот океан вот это вот можно было бы назвать океаном это большое озеро да неплохо выглядит так ну давайте попробуем опуститься на поверхность наверное и пролетим где-нибудь над какими-нибудь интересными ландшафтами да вот здесь вот в принципе так замечательно такие горы так да вот здесь можно принципе пролететь надо высушенным руслом реки да никакой растительности я вообще конечно ожидал что на планете будет какая-нибудь растительность ого посмотри какие интересные заостренные скалы здорово но если здесь присутствует жизнь то конечно я очень удивлен и я очень рад что в соседней галактике андромеда есть планеты на которых есть жизнь так ждем прорисовки загрузка прошла нет по моему нет она еще идет но вот мы на поверхности мы на поверхности этой планеты и у нас мы что это такое умеренный астероид а это я так понимаю это луны этой планеты типа знаете как марс марса есть фобос демос вот то же самое на этой планете так ладно так браузер звезд мне не нужен давайте посмотрим следующую планету оу подожди вот здесь вот по моему даже две планеты у звезды и ну-ка двойная звездная система так прохладная стой 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 прохладная пустынная супер аквария с жизнью жизнь органическая наклеточная воздушная но всего лишь какие-то микробы блин нет они меня не интересуют теплая озерная супер терра у здесь парниковый эффект тоже просто обалденный здесь тоже довольно таки жарко а что у нас солнечные сутки на планете 11 часов у нас есть вода и есть кислород ну воды вода в виде пара я понял на бар заслонивший атмосферу на ты видишь это венерианская атмосфера практически да здесь земля полностью высушенная посмотри но что самое прикольное здесь есть у планеты есть кольца так и меня все время радовало то что кто давно следит за каналом когда мы с вами путешествовали и приземлялись на планеты где на есть кольца меня все время радовал вот такой вот вид на тень от колец то есть кольца они сами мы сейчас прямо таки вот над ними они тонкие их не видно но вот то как ложится тень на эту планету и как это можно наблюдать с нее с поверхности это удивительно давайте может быть даже ускорим немножко время суши я не понимаю почему трясется сейчас поверхность на планеты на которой я стою ой-ой-ой-ой по-моему я очень быстро ускорил время дав я вот про что и говорил посмотри кольца очень тонкие их даже не видно даже не видно середины колец всего лишь какие-то края и вот сейчас давай-ка ускорим время до рассветом наверное до рассвета да вот так и посмотри как ложится тень как ложится тень от колец то есть тень сейчас будет идти прямо таки паспа звезде а я до этого говорил по солнцу привычка да это удивительно посмотри если наблюдать это все в реальности я думаю у тебя бы просто захватывало бы дух это классно да мне вообразимо все-таки симулятор проработан на все сто процентов вот она тень от колец на этой планете посмотри она расстилается но можно сказать прям таки по экватору этой планеты так ну что же давайте посмотрим еще какую-нибудь планету желтый карлик спектр в принципе приближенный к нашему земному так что у нас здесь есть тепло озерная терра а есть вода кислород так жизнь у нас органическая многоклеточная наземная самое главное мне не перепутать я только что на ней не было то сейчас получится так что я перелетел опять на ту же планету на которой я был нет это совершенно другая планета но все вот насколько вот я замечал ребят то что в изобилии присутствуют теплые озерные терры в этом симуляторе конечно очень редко можно найти какую-нибудь планету где есть прямо таки жизнь прямо комфортная терра жизнь как на нашей планете земля и есть растительность но это конечно можно найти почему нет главное стараться искать и искать такс подожди подожди стой я знаете что заметил я заметил что рядом с этой планетой очень близко расположена ее луна так а вот луна да где она посмотри как она находится близко знаете мне это что сейчас напоминает мне так диаметр 12 тысяч километров оу мне это напоминает нашу землю в раннем ее периоде но только я не вижу действующих здесь вулканов есть такая небольшая тонкая атмосфера так прорисовка гор и вот почему я сказал то что мне это напоминает нашу планету земля в раннем ее периоде потому что луна находится на достаточно близком расстоянии на расстоянии 32 тысячи километров это тот период когда луна постепенно начала отдаляться от планеты земля и скоро земли стало замедляться такс подожди что у нас так а сего период у нас 25 часов но в принципе да это луна очень воздействует на эту планету такс а где у нас вода я не вижу какие-то озера реки или моря океаны что хотя нет подожди хотя вот я вижу по моему это у нас точно вода стой нет да чтоб тебя да ладно я был сто процентов уверен что здесь голубое пятнышко это вода так непонятно а что же за голубой цвет это растительность да ладно это растительность на планете ну как я вам ребятки и говорил то что это редкость найти планету похоже принципиально ну какой-то процент похоже на нашу планету земля но видите мне это удалось по крайней мере мы уже с вами нашли планету где есть растительность да это трава или скорее всего это какой-то мох непонятный что это такое здорово слушай мне надо наверное будет потом еще пока пока пошители как правильно сказать короче говоря я тут еще немножко под подзависну в галактике андромеда вот и поищу обязательно еще какие-нибудь планеты с жизнью да застрял я в этих конечно модах и многое упустил это здорово но вот тебе в принципе планета с жизнью похоже практически на нашим ну что ж ребятки давайте наверное на этом я свою серию закончу всем кому понравилось обязательно ставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал жмите колокольчик дабы не пропускать наши новые путешествия в мире space engine да и помните друзья что космос и вселенная бесконечно и мы только начинаем свое путешествие в нем всем пока всем новых открытий пока пока